Здравствуйте! В эфире программа «Градские встречи». Я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника отделения Социального фонда России по Рязанской области Ирина Шитова. Здравствуйте! Здравствуйте! У нас приближается 1 октября. Это значит, что те, кто имеют право на ежемесячную денежную выплату и которые имеют право на НСУ, так называемый, они должны определиться, будут его получать в денежном эквиваленте или в другом эквиваленте. Вот давайте поговорим об этом и начнем с простого вопроса, что же такое это ежемесячная денежная выплата. Хочется отметить, что до 2005 года данная категория граждан, это социальная такая категория граждан, льготы предоставлялись только в натуральной форме. Это значит, что отпускались медицинские препараты по рецептам врача, сразу предоставлялась какая-то компенсация или сниженный тариф на оплату, допустим, телефонной связи, жилищных каких-то услуг. А с 1 января 2005 года вступило в силу федеральное законодательство, федеральный закон номер 122, который совершенно поменял механизм предоставления льгот определенной категории граждан. Именно с 1 января 2005 года устанавливается ежемесячная денежная выплата, в состав которой входит набор социальных услуг. Ежемесячная денежная выплата устанавливается федеральным льготникам. К ним относятся следующие категории граждан. Это участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы участников войны. Значимая категория – это инвалиды всех групп. Первый, второй, третий – дети инвалиды. Так как на нашей территории региона присутствуют населенные пункты, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, существует еще вот такая категория граждан, которые пострадали от радиационных и техногенных катастроф. Ну и следует отметить еще одну категорию – это ветераны боевых действий. Соответственно, с учетом изменений в законодательстве, с 2005 года и на текущий момент федеральными льготниками на территории нашего региона являются более 215 тысяч граждан. А какой размер у этой ежемесячной денежной выплаты? Размер ежемесячной денежной выплаты зависит от категории гражданина, того статуса, который как бы определяет это право. Например, у инвалидов первой группы размер ежемесячной денежной выплаты, который включает в себя также набор социальных услуг, составляет 4957 рублей. Для инвалидов второй группы 3540 рублей, для инвалидов третьей группы 2834 рубля. Также размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется с 1 февраля каждого года. В этом году была вот индексация, и данная сумма уже обозначена с учетом индексации, произведенной с 1 февраля 2023 года. А если человек попадает под несколько категорий, может ли он получать эту ежемесячную денежную выплату по нескольким основаниям? Нормы закона 122-го, вот о социальной помощи, они как бы переплетаются с другими нормативными актами. Фактически закон предусматривает как бы одну ежемесячную денежную выплату. Определяется право на более высокий размер в случае гражданин, если относятся к двум категориям. Такое бывает. Но есть исключения из правил. Это применение закона о социальной защите граждан, которые подверглись как расследствии радиации на территории Российской Федерации. Соответственно, данной категорией граждан могут быть применены две льготы. Например, если гражданин проживает в четвертой зоне ЧАЭС, который вот как раз на территории нашего региона является инвалидом, то будет выплачиваться фактически две ежемесячные денежные выплаты. Вот законодатель так предусмотрел применение закона 122-го. Мы вот с вами добрались до самого интересного, набора социальных услуг. Если человек является федеральным льготником, он имеет право как раз таки на этот НСУ, набор социальных услуг. Что это такое? Набор социальных услуг представляется в рамках закона, который мы уже упоминали, 122-го. В его состав входит сама ежемесячная денежная выплата, это денежный эквивалент, и, соответственно, набор социальных услуг. Набор социальных услуг – это как бы три составляющие, которые подразумевают определенный ряд непосредственно предоставляемых льгот. Это лекарственное обеспечение, самая как бы дорогостоящая услуга из этого набора. Это санаторно-курортное лечение, предоставление. И проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. То есть вот эта вот услуга, она как бы связана еще с предыдущей услугой предоставления льготы на санаторно-курортное лечение. Соответственно, стоимость набора социальных услуг на текущую дату составляет 1469 рублей. Если мы разложим на составляющие, то, соответственно, медицинские лекарственные препараты будут как бы условно стоить 1132 рубля. Санаторно-курортное лечение – 175 и бесплатный проезд – это 162 рубля. А если говорить о сроках предоставления бесплатного проезда санаторно-курортного лечения, то какие они? Что касается санаторно-курортного лечения, на этот год социальный фонд приобрел более тысячи путевок для федеральных льготников. Уже 646 граждан, включая 127 детей инвалидов, воспользовались этим правом на санаторно-курортное лечение. Следует отметить, что это представляются путевки в санаторий не только нашего региона, но и за пределами нашего региона по показаниям врачей, по заключению врачебных комиссий. Соответственно, граждане могут воспользоваться этим правом только в те санатории, с которыми заключены уже контракты. На территории нашего региона это санатория Солочи, Прометей мы представляем путевки. За пределами нашего региона это Краенка, Зорька, Анапа. То есть, в принципе, весь спектр заболеваний, которые могут быть обозначены у гражданина, покрывает вот эти санатории. И профильность этих санаториев удовлетворяет граждан. Следует отметить, что если инвалид первой группы, либо ребенок инвалид нуждается в санаторном лечении, соответственно, сопровождающему лицу еще дополнительно тоже выдается такая путевка по медицинским уже показаниям для такой особой категории граждан. Какие документы человеку необходимо предоставить, чтобы такое направление получить? Для того, чтобы получить направление на санаторно-курортное лечение, в принципе, пакет документов минимален. Это нужно написать заявление и получить в медицинском учреждении форму справки номер 70, в которой как раз будут обозначены показания для прохождения лечения именно санаторно-курортного. В случае подачи заявления на представление санаторно-курортной путевки, то социальный фонд рассматривает это заявление в течение 10 дней. Соответственно, в это время происходит как бы регистрация заявления, постановка на учет, внесение в информационную систему, о чем гражданин уведомляется, что он поставлен в очередь, которая общедоступна. Это нужно зайти в личный кабинет на сайте социального фонда регионального в раздел «Граждане» и очередь на санаторно-курортное лечение. Соответственно, ввести СНИЛС. Это будет таким критерием. И, соответственно, при вводе СНИЛС уже можно уточнить очередность своего заявления. То есть, фактически, когда будет предоставлена эта путевка, можно каким-то образом сориентироваться. Если говорить о длительности санаторно-курортного лечения, какая она? По стандарту это где-то 18 дней от 18 дней. Для детей-инвалидов это чуть побольше 21 дней. В случае тяжелых каких-то заболеваний, которые, конечно, определяют лечебное учреждение, то период санаторный может составлять до 42 дней. Государство предоставляет выбор – получить набор социальных услуг или получить все это в денежном эквиваленте. Что лучше, на что стоит обратить внимание, может быть, при выборе этого? Фактически ежемесячная денежная выплата представляется социальной категорией граждан, которые должны четко понимать, что есть денежный эквивалент. То есть сама ежемесячная денежная выплата, размер ее, который зависит от статуса. И вот набор социальных услуг как раз граждане определяют свой выбор – отказаться от него или получить все-таки деньги, или пользоваться этими льготами. Такое право представлено гражданам. В принципе, они могут заявлять об этом праве ежегодно. Давайте на каком-то примере, наверное, рассмотрим. Если гражданину впервые установлена инвалидность, то есть в год получения этой группы, гражданин будет пользоваться правом на натуральный набор социальных услуг. Ему будут представляться лекарства. Он будет иметь право на санаторный курорт, на лечение, на бесплатный проезд. И в случае, если гражданин будет определяться, что же он будет получать в следующем году, ему нужно до 1 октября вот это желание как раз выразить в письменной форме. Отказываться или получать инсу решает самостоятельно гражданин. Можно отказаться либо представить право на набор социальных услуг частично. То есть можно оставить лекарства, отказаться от двух других наборов, либо наоборот и так далее. То есть комбинации, возможно, разнообразные. На что следует обратить внимание. Вот, например, категория инвалидов. Понятно, что здоровье нестабильно. И прежде чем отказываться, допустим, от лекарственного обеспечения, от санаторно-курортного обеспечения, необходимо четко для себя понимать, что не будут представляться лекарства бесплатные. То есть эта нагрузка на бюджет семьи придется приобретать самостоятельно. Вот чтобы как бы не вводить в себя в состояние какой-то тревоги, прежде чем писать заявление, которое нужно написать до 1 октября, необходимо все-таки посоветоваться с лечебным учреждением, с представителями лечебного учреждения, в котором наблюдается гражданин. Потому что существует перечень лекарственного обеспечения, которое фактически может покрыть все расходы по бесплатному представлению лекарственного обеспечения. И вот вы свою тему как бы начали, что вот скоро 1 октября. Не надо ждать 1 октября, не надо приходить в самый крайний день. Нужно для себя это решать постепенно, этот вопрос. В один день фактически невозможно сделать свой выбор. Нужно понимать, какое здоровье у гражданина, на что он как бы рассчитывает, какие планы. Обязательно посоветоваться с медиками по поводу этого. Что еще хотелось бы отметить, что гражданин, если выбрал для себя однократно, написал заявление и выбрал для себя тот вариант, который ему более считается выгодным, лояльным, и он хочет сохранить это право на последующие периоды, обращаться повторно не нужно. То есть если гражданин, например, решил, что он будет получать лекарственное обеспечение и отказался, например, от санаторно-курортного, от бесплатного проезда, то вот это заявление будет действовать бессрочно. Он будет получать и в этом году, и в следующем, и в последующие периоды. Например, в следующем году он решит, что путевку ему необходима по медицинским показаниям. Тогда он должен обратиться в социальный фонд и написать уже заявление о возобновлении вот этого частично, опять, допустим, набора одного из частей. Это представление путевки на санаторно-курортное лечение. То есть у него будет сохранено право на медицинское обеспечение лекарственными препаратами и плюс путевку он может еще выбрать. И если он далее не изъявит желание иного, то вот уже как бы две составляющие части от набора будут действовать бессрочно. Если мы говорим о подаче заявления, как его подавать и куда? Практически все услуги социального фонда можно получить в электронном виде, то есть не выходя из дома. Это можно использовать и портал государственных услуг. Если есть учетная запись, можно обратиться через портал, через личный кабинет. Также все услуги представлены социального фонда МФЦ и клиентская служба социального фонда Баризанской области, которая представлена у нас во всех районах нашей области. И напоследок давайте напомним нашим телезрителям, как записаться в клиентскую службу отделения социального фонда. В клиентскую службу отделения социального фонда Баризанской области можно записаться самостоятельно через сайт социального фонда, либо позвонив по телефону колл-центра регионального. Звонок бесплатный 8 800 200 03 01. Оператор примет звонок и предложит вопрос, по какому обращается гражданин. Нужно четко понимать и сформулировать правильно. Будет предложено время записи на прием, которое, в принципе, должно быть согласовано с гражданином. Спасибо большое, что стали гостем сегодня в нашей программе, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин